1 2 3 4 5 всем здрасте с вами сварок и сегодня мы с вами поговорим про саргака это лего которая недавно была в x15 вместе с орачей и могла выпасть из древних поговорим как его и где использовать вообще что куда почем и почему но перед этим конечно же небольшая рекламка я думаю что многие из вас видели ценник на покупку виртуальные голды и также как я считаете что этот ценник конске поэтому я могу вам предложить сайт донатов нет где вы можете задонатить напрямую притом дешевле чем самой игре забудьте про передачу аккаунтов все пополнения только по айди игрового аккаунта а при регистрации по моей ссылке вы получите купон который даст скидку на первую покупку но и также после недавнего обновления комиссия на пополнение steam а у донатов нет достигла 14 процентов что является самым выгодным предложением на рынке но помимо всего прочего на сайте представлен огромный спектр игр которых вы можете нанести донат дешевле чем через официальный ресурс ссылочка в описании ну и давайте сразу поговорим про его навыки и таланты во первых по таланту каждой совершенной атаки есть шанс в 25 процентов активировать кровавое копье и наложить на теле кровоток а если кровоток уже висит то он будет игнорить 50 процентов защиты цели очень удобно очень шикарно и по сути так как мы знаем что тот же кровоток вешается на клан босса то в принципе его там можно и использовать но есть всегда одно маленькое но данный перс максимально раскроется только лишь при наличии своего лидера а именно по-хорошему гана но можно уже и владова окей но при наличии гана он раскрывается максимально хорошо но есть и другое но на клан боссе его использовать очень чашка потому что как мы знаем при лидерке от того же гана все бусты к повышению атаки урона он получает непосредственно лишь при падении здоровья ниже 30 процентов а чтобы его поддерживать на лоу хп на том же клан боссе нужно постараться потому что 99 процентов случаев все наши персы находятся под силам есть пару особенностей но какой-никакой но под сил для них должен быть потому что в противном случае они умрут от банального метеорита также вторая особенность того героя что у него есть специализация скорости атаки дает уменьшение интервала атаки в зависимости от характеристик скорости атаки и повышает на 10 за каждый процент отсутствующего хп скорость атаки соответственно во время ульты когда он ультит он теряет 10 процентов хп шик уменьшает защиту на 30 свою но повышает атаку на 45 процентов соответственно во время ульты он теряет примерно под 80 85 процентов хп шик и остается на лоу-лоу хп у него очень быстрая скорость атаки но опять таки на том же клан боссе он может легко сгореть от любого метеорита будь то сам метеорит либо его поджог поэтому в этом сложно использовать и для этого уже нужно корнелин но по факту вся фракция хаоса у нас является аренными героями и данного перса очень легко использовать на любой арене но опять таки конечно же использовать его на арене нужно непосредственно своим лидером исключение составляет противовоздушная арена где он может поиграть потому что в принципе там никто его не дамажит поэтому он там спокойно себя опускает хп шички начинает очень быстро бить и при должном шмоте начинает в принципе неплохо наваливать но внезапно игра саргака на противовоздушной арене показывает в общем-то хорошие результаты но не настолько имбовые как на других по той простой причине что лидерка лучников увеличивает урон его бах к нанесению урона который он получает во время ульты краткосрочный 20 секунд ну и собственно все поэтому у него нету такого большого прироста и банальная игра даже с той же долорес на противовоздушке привезет к тому что после ульты саргак очень быстро отхилится и снова перестанет очень часто бить но из-за своего увеличения атаки на 45 процентов во время ульты он почти что как сайлас может разваливать причем неплохо во время ульты очень хорошо противовоздушную арену но на самом деле он очень себя хорошо показывает не только лишь там и если мы посмотрим запись боя в момент драки со своим бс-ом то мы видим что в принципе все очень даже неплохо получается у саргака с убийством крипов но тут уже ему нужен какой-то контроль потому что без контроля очень тяженько и очень сложно убивать будет дальние будущие волны начиная 6 7 и 8 потому что очень жирные крепы которые должны будут умереть саргак наносит огромный урон только лишь во время ульты и все поэтому как бы то ни было но саргак на воздушной арене до хорошего вносит хороший цикл урона плюс плюс он их вносит очень быстро и очень часто но опять таки это не тот самый показатель который хотелось бы видеть от такого по-хорошему имбового лучника потому что данный представитель был также у нас пару раз в наградах именно за таблицу лидеров момент глобального призыва на сервере и за 1 по внутри места его выдавали но и как мы видим да он очень быстро опустил свои хпшки он очень сильно дамажит не сравнится конечно с сайлосом на ульте но в любом случае на воздушке он может себя показать потому что крепы в принципе картонные поэтому да он может наносить какой-то урон и он его принципе как-то наносит но опять таки к этому всему урону нужен контроль потому что без контроля очень тяженько и в любом случае к нему нужен будет любой герой который вносит массовый урон та же самая хаса которая дает офигеннейший импакт для своей команды на той же самой воздушной арене за счет своего урона по летающим клипам за счет своей ульты за счет того что она зачищает на очень высоком уровне последние волны но и как мы видим да вот последние волны уже на восьмой все это дело успешно задыхается и саргак при всем своем желании но не успевает справляться с нанесением того самого урона который должен быть нанесен но опять таки у меня нету арачу поэтому хоть как-то но ребятки вывозят ну и по сравнению с тем же сайлосом саргак вырывается вперед но опять таки мы его поставили первым плюс из-за своей скорости атаки он на воздушке работает неплохо но на самом деле работа срагака на массе опять таки со своими фракционными ребятами показывает великолепные результаты но опять таки нам нужно будет хасу потому что хаса прекрасно вписывается в данный геймплей и помогает убить первые две волны а потом уже саргак как может так и вывозит а все потому что у хасы в момент захода в бой почти что фуловая ульта поэтому у хаска первые две волны успешно перекрывает а уже потом торгах вместе с ордей начинают неплохо так наваливать по крипам за счет чего собственно и происходит победка и сейчас вам показываю настройку на массовую арену но опять таки кто видел таблицу лидеров то в принципе массовая арена у большинства топов так и играется хотя сейчас стопы врывается тот же самый каэдо который очень неплохо себя показывает на аренке что воздушный что массовый но кайдовик жили нет поэтому сегодня у нас саргак и до 40 как на самом деле неплохо помогают убивать и мы за вторую волну теряем потеряли 7 ну в принципе порядка 15-20 процентов от прочности фонтана но это все потому что потом нас выходит саргак который тоже почти что залит и они вместе с хаской начинают просто разваливать крипов и все это уже победка и всякие эти ваши валькирии и все остальное просто уже не вывозится на арене потому что саргак с хаской и ордей прекрасный защищает но опять таки это топовая сборка которая сейчас занимает одно из первых мест на арене поэтому мы еще раз видим то самое подтверждение того что ардея что саргак что в принципе вся фракция хаоса создана по сути только лишь для арены и все потому что по сравнению с предусами ну на самом деле не было боев чтобы предус побеждал именно вот такую сборку да может быть на соло аренах 5 притусы с 15 металлами могут победить соло арену там может быть даже массовую но пока что если брать просто без пробудных персов или с одной пробудой условно говоря то на самом деле эти герои просто мастхэв для арены да вы сейчас можете сразу сходу сказать что они сложно падают они труднодобываемо падают только с красных но на самом деле на красные шарды ни разу я не донатил все герои которые есть красных шардов не выпали с тех шардов которые я получаю за игру и только лишь за нее то есть прохождение разломов прохождение комбасов награды осколков с гвг и всего остального поэтому тут уже ребят такое себе соотношение сравнения но у меня нет ни одного героя там 2 3 5 10 пробуды из фракции хаоса у меня нету людей кроме тех которые падают синих и говорить о том что типа вот вам подкручивают нет мне ни одного героя не нарисовала игра мне ни одного перса не нарисовали разработчики на этом аккаунте все они были выбиты и все герои которые выбились из фракции просто повезло поэтому я не думаю что говорить о том что стримером подкручивают и вот это вот все красные призывы это тот же самый плиту play что и у всех поэтому ребят вот такие вот пирожки ну и конечно же она тоже самое соло арене он прекрасно может заменить собой лерку потому что в принципе да у лерки есть прыжок есть взрыв но после того что саргак может зайти в бой просто грубо говоря почти сходу потому что если мы возьмем ту же самую соло арену то как она вся играется через выставление кирены ну либо как показывал 9 через жезельку но киренко быстрее поставить вашу команду на поле боя соответственно при всем моем уважении но саргак в данной пачке смотрится даже чуть-чуть посимпатичнее чем валерия по простой той причине что его никто не дамажит нет никакого желания его с и ведь он стоит себе на полочке его никто не трогает его никто не убивает он также очень быстро начинает заходить в бой и дамажить да он стоит на одну монетку дешевле чем верка но соло арена как все знаете играется по-хорошему через собаку песики в этой игре самые топовые орг это орг но постольку поскольку поэтому я надеюсь что вам будет также сильно вести и вы также сможете все этих героев полутать потому что на самом деле фракция хорошая мне нравится больше чем судьи хотя судьи более вариативные непосредственно но в своем исполнении и они на самом деле более имбовые поставят по той простой причине что та же самая расовая способность лидера которая вызывает молнии по всему полю это что эту способность может бафнуть неплохо так констанция своей ультой и увеличить урони то есть это как бы чуть-чуть разные вещи а хаос выводит чисто за лоу хп и иногда тайминги и расстановочки но как мы видим на кстати высоких этапах бс а на соло арене саргак да он тоже проигрывает как и все лучники за счет своей маленькой базы но из-за того что у него маленькое количество хп и он очень часто очень быстро начинает бить он плюс минус выходит ну в какой-то не то чтобы прям средний результат но он может нивелировать потерю того же самого урона от количества своих атак если взять ту же самую верку то при хорошем раскладе если вдруг наши герои начинают ультить сами по себе особенно на 7 8 волне то лерка может вам случайно и лопнуть саргак же просто накидывает уроне плюс к тому условию что фракция может накидывать кровоток будь тот тот же лугару либо ордея они могут повешать свои проценты кровотока то в принципе саргак может с игнором брони ударить по врагам поэтому почему бы его и не поиспользовать да идет уже вопрос что он в 1 играет очень плохо и для него для его игры ему нужна фракция но для тех кого он есть почему бы его не уязвать потому что перс очень хорош единственная проблема использования всей этой фракции на клонбоссе по той простой причине что они все могут очень быстро умереть и оставить наших героев на клонбоссе с одним хп как это сейчас происходит на ваших экранах очень очень и очень трудные для этого нужны как минимум корнелиан а по-хорошему еще и дурза чтобы бахнуть им урон а также все еще играют через долорес которая нет нет да и хилит поэтому если раньше у нас долорес до ребаланса эффекта исцеления могла на лох и поддержать всю банду и нам не нужен был хил то и сейчас же без хила у нас вся банда просто ляжет на том же клонбоссе в принципе вот такой вот обзорчик саргака вот так вот он может вот так он играется и если вам было поряд полезно интересно то конечно же я бы хотел увидеть от вас лайк ну и по поводу одежки саргака я на него нацепил взгляд и дрель и чтобы он также игнорил 40 процентов защиты с 25 с 25 процентным шансом потому что не всегда вешается кровоток не всегда он вешает кровоток игнор защиты вещь полезная поэтому пускай будет но и также я его отдел full атаку у меня рев весь собран на атаку весь рев древний чтобы был еще крит урон и скорость ну и также воевода чтобы бафнуть ему общую атаку поэтому у меня получится со скоростью суммаркой в 400 также он получает после своей первой ульты примерно плюс 800 850 скорости и с его интервалом который мы уже имеем виде 1,1 секунды у него интервал падает но примерно до 09 а то и 08 ну и плюс дабл атака во время ульты очень сочно но бэк у него разгоняется на самом деле не особо сильно хотя если мы на него напяли вместо легендарного какой-нибудь мифический арт то мы увидим что у него бс к выросла ну примерно до 90 вот такая вот песня пляска поэтому у кого и саргак используйте перс хороший играет на всех аренах а на этом все с вами был сварок всем благосклонного рандома богатого дропа и мирного неба над головой удачи